Пенсионер Юрий Лебедев говорит, занимается не спортом, а физкультурой. В свои 64 на раз делает подъем с переворотом на турнике. В центр уличного спорта под мостом мужчина приезжает из военного городка. Признается, дорога через весь город его не смущает. То удовольствие, которое получает от физической нагрузки, все компенсирует. Вообще великолепный центр, мне очень понравился, узнал из интернета. Все хорошо. Где-то, наверное, с конца прошлого года я хожу сюда более-менее регулярно. Не смущает минусовая погода на улице и юных баскетболистов. Единственный вопрос, который задают рязанцы, как центр переживет разлив. Сотрудники уверяют – легко. По опыту наблюдения прошлых лет, разлив не доходил до пересечения состака. От уровня разлива прошлого года при проведении работ было предусмотрено, и уровень площадок поднят на 60 сантиметров. Снежная зима обещает серьезный разлив, но и к такой ситуации под мостом готовы. То имущество, которое мы сможем перевезти, либо поднять, в этом проблем никаких нет. Две-три недели этот разлив перестает, переждет. Либо в другом месте, либо на этом же месте, но на более высоком уровне. То покрытие, которое сейчас у нас постельно здесь, оно уличное, оно и морозостойкое, и влагостойкое. То есть ему ничего не будет, даже если оно вдруг окажется под водой. Резиновая крошка и искусственный газон приобретались, исходя из учета погодных условий. Поэтому, если разлив все-таки зальет площадки, после схода воды их нужно будет просто помыть. Общая площадь центра уличного спорта под мостом составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Летом сюда ежедневно приходило более тысячи человек. В новогодние праздники рекорд по количеству посещений был побит и приблизился к двум тысячам. Горожане и гости города действительно полюбили это место. Напомню, здесь работает 7 площадок для воркаута, баскетбола, тенниса и мини-футбола. Кроме того, под мостом проходят разнообразные силовые и кардио-тренировки для людей разных возрастных категорий. По просьбе рязанцев и для их удобства здесь были установлены отапливаемые раздевалки с душевыми кабинами и санузел. Все спланировали с учетом возможного паводка. То, что касается карусели, достаточно будет лишь позаботиться об электрике. К этому тоже уже готовы. В ближайших планах тоже по просьбе горожан будет решаться вопрос о расширении парковочного пространства. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».